Добрый вечер, программа «Насправде» в эфире телеканала Симон. Я Владимир Мазур и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о волонтерах. Будем, собственно, говорить о том, как показывают, как фиксируют волонтеров, люди, которые занимаются этим профессионально или не профессионально, а конкурсы, которые с октября проходят в нашем городе и которые буквально на днях уже подходят к своему завершению. Впрочем, мы обо всем по порядку. Вначале я все-таки с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Директор Департамента массовых коммуникаций Харьковской областной государственной администрации Виктория Анапольская. Добрый вечер, Виктория Васильевна. И председатель Харьковского отделения Национального союза кинематографистов Украины, глава экспертного жюри конкурса «Философия сердца. Почуття, с чего формует життя» Зоя Альфёрова. Здравствуйте, Зоя Ивановна. Здравствуйте. Представительный поток каких-то… Помощи. Весьма порой однообразных действий. Собрать, сапкупить, сложить, довести, передать, вздохнуть, опять собрать и так далее. То есть там вообще, не знаю, задумываются ли о таких вопросах, как философия сердца и прочих вещах. Вот откуда это все возникло. Идея этого конкурса, фото и видеоработ, возникла год назад, может быть чуть больше года назад, когда мы всей нашей страной столкнулись с таким уникальным явлением, с таким беспрецедентным явлением, как волонтерское движение. Когда мы все оказались в сложной ситуации, люди объединились для помощи друг другу, объединились для помощи армии, объединились для помощи временно перемещенным лицам, объединились для помощи детям и так далее и тому подобное. В тот момент никто не думал, фиксируется это как документ на кинопленку, киноленту, на фотоаппарат или не фиксируется. Просто каждый выполнял свое дело, то, что диктовало ему его сердце. Отсюда и название философия сердца. А замысел в том, чтобы зафиксировать, задокументировать те процессы, которые проходили в нашем обществе и проходят до сих пор. Речь идет о том, чтобы зафиксировать и показать, чтобы не забыть то, что с нами было через какое-то время. Мы все выйдем из этой ситуации, у нас будет все хорошо, но мы должны помнить и тех людей, и те движения, и те события, которые с нами происходили какое-то время, и то, что происходит сейчас. Вот отсюда и идея этого конкурса. Наша задача вовлечь в этот процесс как можно больше журналистов, фото-журналистов, видео-журналистов, аматоров. У нас есть конкурсы, мы подробнее об этом поговорим. Есть и разделы для аматоров, для того, чтобы они смогли продемонстрировать все свои работы. Для того, чтобы широкий загал общественности смогли увидеть отображение того движения волонтерского, которое сформировалось в Украине и в Харькове в частности. Если я не ошибаюсь, есть одно из принципиальных требований конкурса. Там не должно быть изображено военной техники, боевых действий и так далее. С чем это связано? Речь идет не о том, чтобы не изображать военную технику и военные действия, потому что все равно волонтеры к ним причастны. Речь идет о том, чтобы не изображать насилие. Чтобы в кадре не было насилия. Это раз. А в принципе, поскольку номинации у нас по фото, репортаж и портрет, то речь идет прежде всего о лицах людей. О лицах людей и о тех событиях, в которых они участвуют. То есть техника не является объектом изображения. Объектом изображения являются люди и события. Ну, допускается, в принципе, если где-то там фон, то это не должно быть страшно. Вот смотрите, какая интересная штука. Виктория Васильевна говорит, я как историк по образованию двумя руками за, потому что чертовски обидно оказывается, когда, например, выясняется, что историческая пленка высадки человека на Луне, оказывается, была затертая и уничтожена. Не сохранился оригинал. Вообще никто даже не задумался, что ее нужно было сохранять. Не было такой инструкции. Здорово, что собирается такой материал, на котором, я уверен, там ни одна историческая диссертация будет написана. Это все уйдет в музей, в историю. Это все классно. Но другая составляющая конкурса, это художественная. Насколько я понимаю, что портрет, это передать чувство человека, это абсолютно задача художника. Даже в большей степени, наверное, не фото журналиста и видео. Хотя иногда получается очень удачное совпадение. Вот чего там, собственно, в итоге выйдет больше? Хотя я понимаю, опять же, извините, что я говорю много, но если речь идет об исторической фотографии, то там самые знаменитые кадры, пожалуй, наверное, все-таки постановочные, как это ни странно. То есть там художественный компонент в итоге, наверное, превалирует над исторической правдой. Вот что более ценное? Ну, я думаю, что здесь цельный баланс. То есть, безусловно, в названии отражена философия и конкурса. То есть, если идея изображения отвечает концепции конкурса, идея превалирует. Конечно же, а в жюри входят и профессиональные фотографы, и, так сказать, эксперты. Но важно, чтобы мастерство не заслоняло вот те чувства, то лицо, то событие, которое изображено. Поэтому это не, собственно, так сказать, конкурс профессионализма как такового. Это конкурс ценностей, которые привносятся этой фотографией. Я, насколько понимаю, с октября идет, я не ошибся, уже прием работы. И наверняка уже можно оценивать, удалась задумка в воплощении, ее удалось или нет. То есть, хорошего ли качества, интересную ли работу присылают? Интересную работу присылают. С октября идет, да, отбор работ. Они разные. Да, они разные. И правильно вы сказали, что в чем, правильный вопрос, в чем ценность больше в профессиональных каких-то критериях. Или все-таки в вопросе эмоций, которая может быть выражена на той или иной фотографии или в той или иной виде работы. Для этого у конкурса есть несколько направлений. Одно для аматоров, одно для профессионалов. То есть, профессионалы оцениваются по критериям и профессиональным, в том числе, передача художественного образа, изображения. Аматоры, понятное дело, что для аматоров критерии оценки сам документ. То есть, сам документ. Человек мог оказаться в нужное время, в нужном месте. И зафиксировать какой-то факт, какое-то действие, какое-то лицо, какую-то эмоцию. У нас спрашивали, ну а если фотография сделана на мобильный телефон или видео, может ли оно участвовать? Может, может. Мы тогда будем относить ее к аматорской, то есть, не будем предъявлять технические требования. Но нам важно, если на этой фотографии запечатлено то и так в накале эмоции, о которых говорит Виктория Васильевна, мы ее принимаем, конечно же. То есть, отборочная комиссия будет учитывать. Я примерно могу себе представить, сколько в Харькове профессиональных фотографов, особенно те, которые так или иначе связаны с АТО, с волонтерским движением. Да, и там, наверное, не очень много народу выходит, а вот аматоров много. Кто они? Вот кто это больше части? Это люди, которые где-то тоже в волонтерской среде, это молодежь, это люди более взрослые. Кто интересный? Понимаете, в волонтерское движение мы вовлечены, ну, скажем, волей судьбы нашей Родины. И мы все вовлечены. И, безусловно, что-то фиксируется и самими волонтерами в том числе, и что-то фиксируется... Друзьями. Друзьями. Что-то фиксируется людьми, которые нуждаются в помощи волонтеров. То есть, это и временно перемещенные лица, которые вот попадают и которые, ну, в каком-то пребывают... Допустим, они хотят запечатлеться рядом с кем-то, фотографироваться вместе. То есть, там разные фотографии, но речь идет о том, что среда очень разная. То есть, это разные уровни населения, разные представители, по гендеру разные представители. Так что мы очень рады этому обстоятельству. А что касается самих... Саша, просто я понимаю, что лучше один раз, конечно, увидеть, чем сто раз услышать. И я думаю, что обязательно по итогам конкурса будет какая-то возможность это все увидеть. Но все-таки в отношении лиц, героев фотографий или видеоработок. Вот когда есть целый, там очень интересный фотопроект, например, там британских фотографов, которые фотографировали солдат в Афганистане. Вот он до войны, в ходе боевых действий, там спустя полгода после того, как вернулся. Но где-то вот ловишь себя на мысли, что в чем-то лица становятся одинаковые. Вот где-то это вот черты эти, которые война накладывает, они проявляются. Насколько одинаковы или разнообразны лица героев? Очень разнообразны, очень разнообразны, несмотря на то, что действительно есть отпечаток. Но здесь работает концепция широкого понимания волонтерства. Это не только помощь, допустим, реально военным и раненым бойцам в госпитале, хотя это очень много фотографий и есть видеоработы. Это и помощь переселенцам, это помощь сиротам и так далее. То есть это волонтерство в самом широком смысле этого слова. И для Украины это настолько новая тема, это первый конкурс такой вообще в Украине. И я думаю, что вот как раз разнообразие лиц и представленных событий отличает этот конкурс. Когда завершится конкурс, когда мы уже будем иметь какие-то результаты, когда мы уже будем видеть все работы, у нас будет возможность проанализировать в том числе и лица, и динамику, и все. И мы тогда сможем об этом поговорить. А сейчас, наверное, рано, мы принимаем работы, мы смотрим, да, идет. Это все с нами происходит сегодня, все происходит сейчас. Поэтому говорить, сравнивая с какими-то выводами уже других работ, которые были и так далее, это очень рано. Мы должны посмотреть, что мы получим, что будет. Это происходит сегодня и сейчас, происходит с нами. Давайте дождемся, когда мы получим все работы, когда мы посмотрим. Нам бы хотелось, чтобы этот конкурс жил и в будущем. Волонтерство как свойство души украинца, как философия сердца нашей нации. Это будет иметь отображение и в будущем. Я не думаю, что это куда-то уйдет. В будущем хочу сказать, что очень такие грандиозные планы в связи с результатами конкурса. Потому что, во-первых, планируется выставка в галерее Бузок 20 января. Это уже итоговая фото-выставка, победители, награждения и так далее. Но планируются также так называемые передвижные выставки в районах области. А может быть, мы надеемся и за пределами области, потому что есть офисы в Вашингтоне и так далее. Я думаю, что есть возможность представить эти работы за рубежом для диаспоры и не только для диаспоры. То есть задача конкурса – показать и привлечь общественность не только к проблеме волонтерства как таковой, но и к проблеме отражения этого движения. Потому что не секрет, вы из этой сферы, и каждый из нас представляет, что есть замечательные операторы, замечательные фотографы. И просто люди, которые взяли и запечатлели это, об этих людях тоже должны знать. Согласен. Я думаю, что все еще самое интересное будет, конечно, в отношении художественной составляющей еще впереди. Наверняка мы и фильмы увидим, и сериалы. Хотя я не могу себе даже пока на это представить. Нет, ну есть же украинский сериал. Да, но мне страшно представить, что можно написать, как это все будет из серии в серию. Он будет это все собирать, отвозить куда-то. Это будет, конечно, непростая работа для сценариста. Я, с Вашего позволения, еще немного хочу Зои Ивановны проставши, поскольку знаю, что Вы декан факультета кино и телеискусства. И, в принципе, по большому счету, это, наверное, классный шанс для молодых профессионалов. Они в этой среде, да, они, это, ну, простите, да, не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Это шанс, когда время, в котором раскрывается, проявляются самые удивительные черты характера, и в том числе и этой, касается, визуальной культуры. Я могу сказать, что вот в этом смысле, действительно, мы рады за наших студентов, но рады в любом случае. Потому что, с одной стороны, многие из них сами волонтеры, вот, то есть они реально оказывают помощь. Но у нас есть студенты, которые уже сняли несколько работ на передовой, и не только на передовой, то есть на станции Харьков с переселенцами, создали сайт «Харьков мобилизационный» в свое время, вот, создали группу «Зместкино», где, вот, презентуют репортажи и так далее. Вот, для факультета это замечательная возможность, если будут уже известные результаты, и затем показы будут призеров, познакомиться с и профессионалами, и с людьми, которые этим делом занимаются непрофессионально, и поучиться тоже уже на реальной практике. Вот, но кроме этого, у нас есть режиссеры, которые учатся в достаточно тепличной обстановке, а другое дело работать с живым материалом, который, вот, монтируется буквально с колес, когда ты даешь это все в эфир, вот, сразу по факту, вот. И поэтому для наших ребят это замечательная практика. Ну, и наши репортеры, вот, и ведущие, потому что, ну, кто, как не репортер, на передовой работает, как информационный мост между обществом и профессионалами. Вот, очень здорово слышать, что они не замыкаются как-то там в своем мире, потому что студенты, как ни странно, у нас очень разные, многие просто вообще не хотят даже знать и слышать о том, ничего, что идет война, то есть они живут в каком-то совершенно другом мире. Нет, они у нас, более того, вот, они склонны к организации общественных открытых платформ. И вот, поскольку предлагается организаторами фестиваля, и жюри будут в этом активно участвовать, затем передвижная выставка, я очень надеюсь, что мы ее пригласим и на факультет, вот, для обсуждения, для, так сказать, какой-то дискуссии по этому поводу. А что сами, вот, тоже хочется, конечно, спросить, что сами герои снимков вообще думают по этому поводу, нужна ли им такая, не знаю, слава, известность таким образом в истории. Ну, некоторые стесняются, они очень скромные люди. Истинный волонтер, он не стремится ни к славе, ни к каким-либо медалям и погонам. Истинный волонтер, он занимается этим делом, помогает людям, он делает то, что велит ему его сердце. Поэтому, сказать о реакции, что они думают, ну, пока сложно сказать. Стесняются некоторые очень, говорят, мы не этот конь. Конечно, конечно, да. И я бы добавила, вот, несмотря на то, что они очень скромны, и действительно застенчиво ожидают результатов, вот, мы просто обязаны сделать это для нас и для них, потому что они-то о себе как раз промолчат. А мы обязаны о них сказать, мы их обязаны показать, мы должны показать чувства этих людей. Вот в этом наша задача. Абсолютно с вами согласен. В общем-то, тоже ставишь перед собой каждый раз такую задачу, потому что, господи, какие классные люди, давайте о них снимать. Давайте о них снимать, да, давайте снимать о них сюжет, и давайте показать. Много настоящих дел. Вот совсем немного остается уже до завершения момента принятия, завершения этапа принятия работ, и все-таки, может быть, если кто-то до сих пор не в курсе, давайте еще раз уточним, что, да, принимаются фото- и видеоработы, это жители только Харьковской области или, в принципе, может, кто угодно? У нас обращаются, конечно, и других регионов есть работа, но речь идет о региональном конкурсе, поэтому это Харьков и Харьковская область. И до 31-го числа принимаются работы, есть сайт, на котором есть вся информация, можно будет зайти на этот сайт и увидеть там все критерии отбора, всю информацию для себя подчеркнуть об этом конкурсе. То есть организационные вопросы. Я написала, что фото предлагается, так сказать, по двум номинациям, репортаж и портрет, а видео по трём номинациям, документальный фильм до 15 минут, видеоклип, потому что есть песни, вот, и репортаж. Хочется спросить, это большей частью касается как раз видеоработ, ну, понятно, что, да, будут какие-то показаны в той же галерее, такие возможности есть, а вот более широкая аудитория, учитывая то, что всё-таки мы на телеканале, будет ли возможность, например, показать лучшие и самые интересные работы? Мы очень надеемся, что телеканал сегодня покажет самые лучшие и интересные работы. Ну, в контент мы бы хотели, чтобы вообще хотя бы региональные каналы взяли это в контент, вот, тем более, что это то живое, чего канал, собственно, пока не имеет, может быть. Абсолютно эксклюзив. Да, эксклюзив, вот, поэтому я надеюсь, что каналы примут. Я надеюсь, что не только наш канал, по крайней мере, потому что всё будет у нас хорошо, всё у нас обязательно получится. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня нашли время для того, чтобы прийти в наш студию, время для наших зрителей. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрели нас сегодня на этом. Всё, до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok